все привет друзья дорогие подписчики у меня есть новый формат сейчас пробую в общем если вам не сложно а вам не сложно подпишитесь на мой канал поставьте пальчики вверх и нажмите на колокольчик что приходили уведомления и оставляйте конечно комментарии сегодня я взял это сладкий чили макдак это все этот кока-кола без сахара если такая бывает картошка фри огонь в общем и биг тесте это немножко потравим душу тем кто уже не может есть макдак на самом деле в общем я их иногда ем это может быть и вредно может не вредно но в чем смысл я буду кушать иногда иногда чавкать и буду рассказывать какие-то истории байки из своей практике этот байки от психолога не знаю такой сказки психологические все совпадения которые возможны с какими-то героями моего рассказа это в общем все случайно потому что здесь будет доля приукрашивания и не все это правда но то что мы будем с вами то что я буду рассказывать в общем я надеюсь будет просто прикольно это случай из практики какие-то будут практики скомпилированные такие в общем без имен без ничего и в принципе многие многие вещи они совпадают с тем что происходит у других поэтому начнем сегодня кушаем биг тесте я вообще макдак люблю на самом деле это один из менее вредный из всех вредных наверное этот потому что другие я ел бургеры они очень сильно жирные а у макдака сейчас такие классные немножко дыма пахнет ну-ка чили чувство печели в общем огонь мне нравится диетическую кока-колу это мне кажется как рок против наркотиков то же самое мне кажется не бывает ну посмотрим не очень звучит достанем я потом это все пробегу короче чтобы не поправляться но периодически будем в общем случай из практики один из самых ярких своих таких примеров в которые сложно даже поверить это как-то знаете еще в начале моего пути был случай когда человек провалился в прошлой жизни до в прошлом воплощении в это можно верить можно в это не верить человек провалился в прошлом воплощении мы посмотрели в 9 воплощений правда это или неправда я не знаю утверждать я не буду но человек который говорит на русском языке с акцентом говорил на старославянском это было очень странно и это была девушка и она была там и сотникам у чингисхана ее отравили там ее сторонники потом ее утопили один раз закидали камнями один раз все даже в африке где-то съели людоеды к племя какое-то она попала этот весь процесс он длился три часа все участники тренинга не могли понять думали что это подсадная утка но так невозможно играть она прям рычала кричала орала там говорила на иностранных языках в общем очень странно это потом у нее был еще случай она самая такая смерть у нее по собственной воле она умерла в турции наложницей потому что ее украли и она была как бы няней в богатом доме каком-то и она от скуки умерла то есть ее за и она всегда была либо властная либо как женщина рождалась она всегда была очень красивой вот и девятое ее воплощение ее прям она готова я вижу ангелов и она там я не хочу на землю не хочу и они и короче вот твоя мама иди туда и она в общем увидела камыш там в общем море там и так далее и в общем оказалась в казахстане вот в небольшом городе вот и я понял что некоторые люди им нужно вот ее основной урок жизни в том что ну можно жить и быть как счастливой что вот ее задача быть счастливой и из жизни в жизнь ее убивали то еще чуть-чуть с ней что-то происходило что не должно было наносить ей какой-то вред или короче ее задача основная быть счастливой в этом воплощении и тогда ее она больше якобы типа не придет на землю вот и это очень такие странные такие это называется регресс я насколько понимаю но есть отдельные прям тренинги есть отдельные специалисты которые это делают но я в своей практике тоже применял и чаще всего случайно еще была же девочка одна она в прошлой жизнь провалилась она замерзла замерзла в тайге где-то с топором она лесник мужик было и и вот она вот так прям этот ее трясло она мерзла я мерзну мерзну а там знаете очень важно чтобы человек умер то есть если у человека есть какой-то урок в прошлой жизни ты туда проваливаешься то очень важно дойти прям до смерти и когда человек доходит до смерти то он короче смерть она как бы обесценивает все и оставляет самое нужное лучшее и тот основной урок который ты должен пройти вот и и она тоже вот она короче физически сердце тоже останавливается знаете то есть человек начинает там она я мерзну 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 потом раз она замирает она вот там я полетела ангелы что-то там туда-сюда и она улетает и тогда когда процесс смерти происходит нужно человека привести в себя и побить по по щекам и человек возвращается и потом вот я поняла я там понял очень упертые люди не говорят что они что-то поняли они нифига не поняли да некоторым кажется что это там какое-то наваждение и так далее вот был случай один интересный если мы вот уже по прошлым жизням там начали регрессом всем этим был случай когда девушка на она пришла на тренинг и у нее как такие фобии или как это страхи за детей да то есть если она где-то по радио услышит что ребенка изнасиловали убили там или что-то с ним произошло то она вот просто выпадала из жизни там на неделю и она в общем из дома не выходила у нее были какие-то страхи и очень она не могла ходить на улицу и она пришла представляете ну нормальный адекватный человек да и уже день тренинга прошел вот это вся чистка прошла там основная и она на второй день мы уже сидим обедом вся основная работа закончена тому же то не плюшки остались там медитации и так далее и она вот так вот это вы что вы понимали не не чему не вот невозможно было приклеить тому что говорилось в аудитории его в аудитории мы на кухне вот так сидели и она сидит и она говорит я вообще считаю что этих всех мудаков надо за яйца на площади подвешивать я на нее смотрю вот это про что она как ну про детей вот кто детей убивает я понимаю что у нее глаза ну как бы неадекватные да и я понял что она уже в состоянии регресса она уже туда ушла я буду давай туда смотреть там этот и выяснилось что она была как бы этим в концлагере в немецком ну вот этот в плену где-то и и мне был грудной ребенок ее ребенок то ли его заморозили то то ли его офицер взял там ударила пенек там башкой ну короче и его убили и она и над ней все смеялись и она с этим трупом вот ходила вся посидела чуть-чуть чика у нее съехала и вот она плачет там ходит и вот этот все этот процесс тоже он часа три длился она вот рассказывает там вся группа смотрит половина убежала на улицу потому что это очень так жутко и страшно вот и мы слушали слушали я думаю ну все да все контролирую процесс все нормально и ее кинули в братскую могилу в концовке на всех короче достала им сначала было смешно потом она у них съехала ее короче скидывают могилу и закапывают я и спрашиваю ты умерла она говорит она молчит это умерла она молчит я пощечину надавал вытаскиваю и она открывает глаза у нее глаза сумасшедшие женщины она начинает как лицо царапать там что-то рвать я начинаю это я вы держите руки и держит руки начинают маску я думал что это маски сдирать с лица а потом минут через пять когда не проходит эта маска она она что со мной и вот она то возвращается то она сумасшедшая короче туда-сюда я про себя думаю да вот пришла нормальная женщина муж привел еще а сейчас как вот она вот ее возвращать да но съехавшую и у меня если честно было внутри внутри такой страх я поэтому сейчас этого не делаю во всяком случае забавы ради я это но не совершаю такие действия вот а с ней надо было и я ее говорю я этот не могу ее в себя привести из этого состояния вытащить и потом я понял что она не умерла я внука давай обратно в могилу короче закрою глаза и и она вот туда ушла и опять эта земля ребенок со мной она вот его глади там как-то этот мы вместе там этот этот и замолчала я уже на свой страх и риск не стал ее возвращать обратно потому что важно было чтобы она умерла до конца на и где-то минут через 15 на глаза открывает она абсолютно в адеквате и с этого момента у человека вот этих страхов за детей нет вообще то есть ей говоришь потом это вечерами там вот ребенка убили она такая и она сидит вообще не реагирует то есть я ее перепроверял на вот так что бывают вот такие случаи и вот эти регрессы то говорит что помогает не помогает помогает единственное нужно их своевременной и каждому не каждому человеку это надо потому что есть люди которым не нужно смотреть прошлой жизни но всем конечно интересно вот давайте я чуть-чуть откушу за дымком вот это очень классно такой горьковатая кола всем приятного аппетита кто обедает я не понимаю почему эти форматы заходят так но я почему начал записывать я одного чувака смотрел я под него сплю да он что-то рассказывает чавкает тоже попробуйте под меня поспать чуть что-то возьмем почему-то вкусно следующий раз блюдо будет меняться мы будем разные с разных ресторанов брать там не только фаслуды но что-нибудь сам приготовлю рамен например как мукбанги эти корейские поем и так еще было знаете как на случай как эта женщина она на тренинге но вот она легла была медитация на такого я всех люблю бог спустился что-то вот такое она говорит говорит и в какой-то момент она стала говорить на иврите я вообще думал что турецкие учет турецкие че только на юрид вот и ну тоже такой вот это вот из таких вот странностей которые происходят на сессиях иногда с людьми вот бывает и вот так можете верить можете нет напишите в комментариях верите вы не верите может вы сами какие-то такие процессы проходили где с вами с вами что-то такое случалось немножко когда мистическое что ли ну такой на грани да это правда же на грани вот если у вас такие случаи были да расскажите вообще вы психологом ходите слушаете и что вы делаете или не помогает вам никогда ни в чем не лично приходил не мало всегда говорили его не разговаривали с набитым ртом ну почему-то это матерился всем не нравилось теперь буду чавкать и не будет нравится и вот я хотел сказать она еще раз откушу может может быть начнут лучше работать приходит женщина не знаю что делать муж хочет развестись а я не хочу и она говорит сразу я сделала все чтобы сохранить свой брак и мы сейчас беседуем сессия и так далее и в какой-то момент в конце уже сессии я говорю давайте подведем итоги что вы сделали для сохранения брака она я перечисляю за нее я говорю вы выгнали мужа из дома это раз вы поругались со свекровкой это два вы не даете детей свекровки и мужу это три вы подали на развод это четыре и вы завели любовника это пять и она считает что она сделала максимально то что могла чтобы сохранить семью я говорю какое из этих действий вас приблизило к сохранению семьи я конечно знаете советы давать неблагодарное дело поэтому очень важно чтобы человек дошел сам да но у некоторых людей настолько вот явно искаженное представление искаженная картина мира что ее прям таки хочется откорректировать да подкорректировать я могу вам на всякий случай сказать что если вы хотите развестись если вы не хотите развестись и вы думаете что вы спровоцируете мужчину тем что вы напишите заявление на развод что он пойдет там скажет прости родная не уходи он этого не сделает почему потому что мужчина считает что это принятое решение тобой уже и и она обжалованию не подлежит понимаешь ты думаешь что он усилит как бы он устал его ты хочешь его этим ускорить но он не ускорится он просто отстранится он поймет что ты его уже не его женщина второе поругаться с его мамой мне кажется это худшее что можно сделать для того чтобы сохранить семью то есть она его усилит наоборот в том чтобы развести не давать детей не давать детей вот самое мерзкое что ты можешь делать это манипулировать детьми и манипулировать через детей тоже мерзкая нехорошая штука не он просто поймет что ты тварь конченая и сука да это не приблизить тебя к решению твоего твоего твои проблемы ну и завести любовника при том что ты хочешь мужа да тоже глупая затея конечно можешь отомстить но этот но в чем смысл женщина чаще всего чувствует себя в мерзко после этого да и она чувствует себя грязной она чувствует себя униженной она не получает от этого удовольствия и к чему было то чтобы развести ну как бы завести любовника не понимаю лучше бы переспать с тем кому с кем уже спала мне кажется и но с мужем тем более если ты хочешь сохранения семьи поэтому вот бывают вот такие случаи я не знаю вы замечали у вас есть такие подруги или там кто-то друзья кто так делал ну напишите в комментарии они одновременно ноют и делают все чтобы не этого не делать да у мужиков тоже так есть это не только у женщин у мужчин есть такое что я хочу жениться я сам и ты говоришь а вот это чё она крика сая а вот это чё она кривая и вот так ему уже 50 лет и он или там 60 лет и он еще не женатый и он все еще жидится надежда что он женится просто та еще не попадалось а на самом деле у самого страх жениться понимаете есть мужчины которые страдают от того что они одни потому что ощущение что страдают только женщины а женщины не только женщины страдают страдают еще и мужики от одиночества и одинокая женщина выглядит не очень если честно ну к этому а одинокий мужчина выглядит плачевно плачевно бедственным потому что женщина даже если она одинок она за собой ухаживает а мужчина когда одинок он за не ухаживает старый когда у него мотивации нету кола без сахара очень прикольно между прочим чувствуется что сахара меньше сильно не то что там его вообще нету но сильно там кто из россии вот у вас там переименовали макдональдс в этот вкусно и . да кажется напишите очень вкуснее чем макдак или или также потому что если честно я когда был в москве мне макдак вообще ваш не понравился а в казахстане вкусный макдак я не знаю кто-то из россии приехал в алмату или как-то ел макдак то и там и там вы можете написать вам какой он нравится в алмате или в москве макдак вот москве мне макдак не нравится а в казахстане вот если вы приедете попробуйте макдак в алмате вот вот очень как это very tasty с дымком но black star бургер москве вот этот big там какой-то vip мне очень понравился а в казахстане что-то не вкусно мне кажется что там свинина есть поэтому вкуснее может быть сочнее во всяком случае хотя свинину я особо не ем но хотя здесь котлета она же говяжья тоже сочно вкусно не знаю иногда охота что-то вредного сожжать знаете до беляшей я не скатывался но до макдака скатываюсь больше еще не люблю а ты любишь и же че это блюдо беляш тоже напиши антония русская татарская не понял если честно только казахи придумали все очень намешано мы все рядом живем и непонятно хочу вперед придумал не только чего украл это в этом была фишка такая в этом мем ходил русская женщина увидела самовар в турции это не они они на даже наш самовар украли и оказывается что самовар придумали кочевники и турки называли его симовар что лечит такое и оказалось что русский самовар это турецкий симовар то есть турки придумали чай пить и потому что этот эту фигню на лошадь не натаскали это ты знал про это я вообще очень сильно удивлен напиши в комментариях может я привираю несколько я вообще то что я тут говорю это все этот можете перепроверять писать ты не прав вообще еда вредная и как-то худеешь не худеешь на макдаках и пальцем ковыряйся а ты ковыряйся пальцем я думаю все ковыряются когда дома я одни вот какие еще случаи бывают бывает что человек знаете вот он своих убеждениях он не видит остального вообще то есть вот у него есть картина мира вот ему кажется что это правда и все что остальное происходит этого нет так происходит с да когда человек говорит что денег нет и рядом люди ходят таскают деньги и он говорит мне нет денег нету как не бывает и на самом деле в его жизни деньги заходят потому что он их не видит это одно из таких самых ярких убеждений мне так приходил один парень он занимался фотографией и зарабатывал по тем временам как-то не сильно много а вообще для того чтобы были изменения есть формула изменения я как-то даже в инстаграме говорил это вот сопротивление внутреннее должно быть меньше чем вернее чем вот эта вот вторая часть и тогда будут вот здесь все помноженное три компонента это деструкшн я так насколько понимаю это неудовлетворенность собственной жизнью не то что в чем то что тебя окружает помноженное на видение то есть меня не устраивает то что мне сейчас и я хочу вот иметь вот видеть то что там вдалеке в будущем и помноженное на первые шаги вот если из этих трех компонентов чего-то не хватает то эта формула все сыпется и короче не происходит сопротивление больше чем напряжение и изменений не происходит вот и фотограф этот я ему говорю твоя мечта он будет я хочу персональную выставку я вам какое количество времени ты ее уже делаешь но хочешь как давно ты хочешь выставку он как я уже хочу три года я не говорю слушай дорогой зачем тебе сделать выставку так долго три года у тебя есть хоть одна фотография он как нет это сложно нужно стоит нужна студия нужно найти модель нужно потом сделать выставку персональную там авторскую что это ты не понимаешь просто я могу ты знаешь я тебе даю месяц для того чтобы ты провел эту выставку он вот это невозможно я бы мне вообще пофиг сделать как попало очень многих людей они перфекционисты да они ждут что когда они вот как вот это явление христа народу вот эта картину он написал одну картину за всю жизнь вот тека и всем кажется нужно одна но идеальная того сделки попало или как можешь но быстро ну короче снял студию на три часа ходил ловил людей на улице и заводил студии фотографировал посадить простых обычных людей то есть не специально модель без там какой-то подготовки он фотографировал моделей после этого он пошел их обработал дома и пошел распечатав типографии говорит это что он говорит я делаю персональную авторскую выставку на что тебе в типографии сказали мы хотим быть спонсорами и распечатали ему фотографии бесплатно на пвх вот тех после чего он начал искать помещение нашел какой-то ресторан ресторан сказал повесить картину на месяц короче бесплатно тоже но он позвал туда своих друзей сделал в социальных сетях этот и короче у чувака появилась персональная выставка в течение полугода он улетел в москву потом и он одно время он был но вот таким востребованным фотографом в москве и достаточно нормально стал зарабатывать сейчас я с ним связь потерял не знаю где он но если ты смотришь в общем напиши мы в фейсбуке даже дружили но что-то у него постов в последнее время нету но я потерял связь с ним но я знаю что на протяжении там полутора лет у него прям вот тут прям взрыв пошел в деньгах и он стал его зарабатывать то есть нужно было его один раз двинуть вот на фестивале вот давеча подходит девочка говорит я у вас была год назад после сессии с вами мои финансы утроились то есть она зарабатывала я в доллара буду где-то тысячу долларов стал зарабатывать четыре потом стала зарабатывать три потом сейчас зарабатывает 2 она где хочу еще раз чтобы еще раз взорваться я потому что изменение происходит у людей которые что-то делают вы не думаете что она там взорвалась четыре раза там и в пять раз что она для этого ничего не делала делала и достаточно много человек делает но нужен все равно психолог который сдвинет знаете как-то этот картошка фри вот она не портится вообще я в офисе как оставил на купачку и короче а мы офисом пользуемся я братишка и туда сюда я купил короче макдак тоже и вот так оставил для клиента ставлю короче кто-то стал вот картошку фри и прошло месяца два наверно не звонит братишка ветер ничего он это не против если мы твою картошку фри сидим я вот знаешь ей два месяца напомню испорченная вся угадок а короче кто-то пришел на прием и без спроса сожрал эту картошку и он даже не заметил что и 2 месяца она я не может быть он игре на как свежая я вот и оставь там чуть-чуть я приду после и она вот такая же через два месяца она не усохла ничего у меня вкус она такая я не знаю как это делается но очень съели старую картошку который два месяца я надеюсь что это был не ребенок хотя и в общем так друзья это новый формат он если он вам понравится в общем его продолжим я думаю что этот формат заходит он легче он более такой современный что ли не знаю но почему-то всем нравится еда еще какой-то случай я бы рассказал бы конечно знаете вот вот с массовых тренингов это вообще прикол был как-то мы собрали стол где-то 70 человек и не и я вообще не знал как проводить начинать и мы начали тренинг я знаете я не знаю что сказать я вышел что-то пять минут поговорил что начал объяснять потом заикаться начало кстати это видео на ютубе есть и думаю а тогда давайте подышим да и начал разбирать людей и короче все начали плакать там кричать и вот это вот все кошмар этот весь начался а там была такая дверь стеклянная и люди стали в эту дверь ломиться все да кто-то испугался а охранник пошел справлять нужду и ничего не нашел умного чтобы он что-то хотел проконтролировать я не понял и он взял захлопнул дверь а дверь на магнитике да и люди там откройте дверь и как вот так вот в этот стекло бились выпустите нас отсюда пришли испугались они я понимаю их потому что они были не подготовлены такой дичи которая там происходило вот и короче охранник потом прибежал открыл дверь часть людей побежала в туалет кого-то тошнила кто-то этот в общем было очень прикольно там люди стало корежить выворачивать там и так далее в общем разные истории поэтому кому интересно какие-то истории другие послушать может быть как бывает можете вопросы позадавать мы же там мам обсудим там отношения с мамой почему не такие разные случаи есть женщина очень очень по-другому бывает поэтому формат новый приходите стучитесь там в этот подписывайтесь пальчики вверх там колокольчики нажимайте чтобы уведомление приходило комментируйте видео нравится вам не нравится может ходить чтобы что-то самим пульсом я так приготовил ну самые вряд ли буду я умею но это короче будет еда меняться я это реклама макдональдс это было бесплатно поэтому это просто хотел не хотел заморачивать захотел сначала суши взять потом что-то думаю возьмем биг тесте вот и вот эту колу я не пил никогда без без сахара шикулу не пью но все ради вас только вот честно мои калории вот поэтому нравится подписывайтесь не нравится ставьте дизлайк пишите в комментариях единственное я вас предупреждаю что вы сейчас в youtube сообществе нельзя там материться внутри в этот в комментариях и такие они этот удаляются автоматические комментарии когда там переходят на личности или там еще на что-то в общем будьте благосклонны будьте вежливы в общем заходите пишите комментарии из особенно негативные пишите как-то аккуратно не надо чтобы там это чтобы я мог прочитать потому что люди чтобы видели просто можно же как-то красивее написать включайте свой словарный запас и оскорбляйте грамотно вот поэтому приходите а кому полезно было кому интересно тоже напишите в комментариях напишите свои вопросы и я эти вопросы буду потом на подобных видео объяснять вот и все большое вам спасибо благодарю пока пока кушайте с психологом